друзья приветствую дмитрий из и нау прислал образцы двух разных масел из одного автомобиля это джек бренд широкий это нашел helix ультра и кт-ц 3 530 смотрите вот как эксплуатировался обычная эксплуатация здесь пробега моточасы 154 часа 737 400 почти тысячу первую по лесам катался человек где-то даже кого-то из песка вытаскивал разок и нагрел маслом до 113 115 градусов так вот образец этого масла масло лежит у меня с января или даже февраля и вот отработка это первый образец второй образец это у нас зиг x7 тоже c3 530 этот же автомобиль широкий 36 пентастар мотор почти 300 сил на этом масле проехали 148 часов 6 тысяч километров с копеечками но обычная эксплуатация так и само масло зиг вот я подписал его пробег сейчас создам два эталона потом сравню и будет очень интересно очное сравнение зика с топовым шелом ультра это из гтл а все следующий следующем включение покажу вам результаты вторая часть данного видео это сами результаты проверки значит вот два результата слева у нас данные по свежему справа по отработке шел хеликс ультра и кт 530 c3 значит смотрите окисление 777 стр of нет в данном масле не трава не семь с половиной за ддп 044 обычно в полнозольных маслах 060 065 здесь 044 это средний зольник есть аминные фенольные окислители фенольных 017 аминных 072 щелочное 667 это напомню год для отработки кислотная полтора значит ну и вязкость кстати немножко подгуливает здесь у меня вязкость на 40 градусов не получает полностью пока откалибровать ну вот на 100 градусов более-менее нормальная значит 173 на 100 градусах значит эстеров нету гликоля нету но можно переходить следующему протоколу так это у нас отработка посмотрите по версии прибора бензина здесь два с половиной процента окисление 14 нитрование 1254 противоизносные присадки немного подсработались 028 ну примерно остаток не не примерно остаток 68 процентов фенольные в нулях аминные остаток около 80 процентов так 573 щелочное 287 кислотное достаточно прилично подросло кислотное так 10-15 и прилично подсела вязкость на 100 есть пять сотых процента воды гликоли нет антифриз не попадает я все-таки думаю что немножко завышает прибор количество топлива еще но бензина и не до конца я этот момент прояснил и значит из-за этого вязкость просаживает вот значит это у нас shell и вторая серия протоколов это у нас zip x7 это ls я здесь к сожалению не подписал да надо было подписать но давайте посмотрим значит вот данные по свежему лево слева окисление 795 нитрование 739 все очень близко посмотрите одинаковый уровень противоизносок 044 здесь тоже есть фенолов их поменьше зато побольше аминов там по моему 072 было здесь больше процента аминных антиокислители чуть чуть выше щелочное 685 и чуть выше кислотная 155 вязкость пониже ну в общем то же самое стр of нет гликоля нет и переходим к отработке так здесь у нас по версии прибора чуть чуть больше даже бензина 285 растет окисление растет нитрование 1231 сработались также практически также за ddp присадки там 028 в шеле было здесь 030 то же самое одно остаток по ним 70 там помощь от 8 был процентов остаток по аминным 5546 поменьше чем здесь это здесь смотрите фенольный нашел он в отработке фенольные появились одна десятая но это видимо погрешность так щелочное 585 кислотная 289 ну все очень близко даже с учетом вязкости посмотрите вязкость на 100 1024 по версии прибора чуть меньше воды три сотых гликоля нет также и стеры тоже не появились в отработке значит вот такие получаются результаты так это у нас были результаты проверки давайте посмотрим по прогнозу значит два прогноза слева шел справа зик так смотрите что было что стало ушел а прогноз помоющим нейтрализующим свойством 345 моточасов узи к 335 на километраж можно не смотреть роз разная была средняя скорость ушел а по моему 48 музыка 41 километров в час очень близкие значения по они траванию посмотрите 611 602 моточаса ну и прыгать приговорен значит образец по по топливу вот ну не знаю возможно что под завышенные показатели поэтому вот 11000 и 10 тысяч для зика внизу дополнительное окошко 66 и 70 это моточасов на единицу разницы между кислотным и щелочным можно очень оценивать какое масло оказалось лучше значит по этому показателю шел превосходит то есть он медленнее окислялся чем зик но разница не такая большая примерно пять процентов поэтому я думаю что по стоимости шел значительно дороже поэтому вот разницы особой принципиальной не вижу зик отлично отработал за свои деньги вот хотя надо учесть что шел более тяжелых условиях оказался какой-то момент дмитрий написал что он застрял в песке катался тысячу километров по полису застрял в песке вытаскивал застрявшую машину и температура масла у него подскакивала до 113 115 градусов значит но интересное наблюдение c3 очень похожи масла и по составу похожи и по по ресурсу очень похожи значит с топливом я буду продолжать разбираться стараться мне нужны данные верифицированные чтобы точнее откалибровать но вот такой результат значит пишите и комментируйте что вы думаете по этому формату он оказался тоже достаточно сложным и долгим может быть это то что первое видео но тем не менее значит благодарю всех за просмотр за интерес желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока